Здравствуйте! В эфире «Открытый разговор» и мы беседуем с главой городского округа Лобня Евгением Смышляевым. Здравствуйте, Евгений Викторович! Обсудим события прошедшего месяца, февраля, и начнем с самой животрепещущей темы. Это северный обход. 11 февраля губернатор дал старт этому крупному дорожному проекту. Я знаю, Евгений Викторович, что вы еженедельно следите лично за тем, как идут работы на объекте, что там сейчас происходит и когда, наконец, город вздохнет от пробок спокойно. Да, большой долгожданный для города проект был дан старт строительству эстакады, которую мы все ждем через железную дорогу Савеловского направления, который соединит западную и восточную часть города Лобня. И работы проходят в достаточно интенсивном режиме. Строители сразу взяли достаточно хороший темп. Мы еженедельно выезжаем на место вместе со строителями, соответственно, вместе со средствами массовой информации и делаем фото-видео-фиксацию, еженедельный план выполнения работ. Соответственно, смотрим, что сделано за прошедшую неделю, какие планы на ближайшую неделю. Основные работы сейчас ведутся по подготовке технической площадки с западной стороны, с стороны Луговой и с восточной стороны, со стороны Дмитровского шоссе. Была уже завершена в короткие сроки выемка грунта, и очень важно было это сделать побыстрее, потому что территория там болотистая, с одной стороны там лес, с другой стороны такая заболоченность большая. И чем быстрее в зимний период это можно было выполнить, не дожидаясь весеннего половодия и таяния снега, тем, соответственно, было, конечно, очень важно и лучше. И эти работы все завершены, и сейчас идет обратное наполнение песком со стороны Луговой, то есть западной части уже более чем на 70% обратная засыпка выполнена. Но там уже такая широкая территория, которая засыпана песком, утрамбована, и, соответственно, вся техника, и дорожная техника, и все, кто приезжает на стройку, уже могут нормально подъезжать непосредственно к железной дороге. Соответственно, эти же работы ведутся и с восточной стороны страны Дмитровского шоссе, идет работа по подготовке технического подъезда с ближайших дорог до, соответственно, места строительства эстакады. Если говорить о западной стране, то эта работа уже выполнена, и, в принципе, мы, когда едем на осмотр стройки, то мы проезжаем по подготовленной трассе, уже выполненный сплит, то есть, в принципе, с западной стороны можно уже спокойно подъезжать непосредственно к эстакаде. С восточной стороны из 3,4 километра уже почти 3 километра выполнены, и в самое ближайшее время вот эта техническая подъездная дорога будет доведена до Дмитровского шоссе, и, соответственно, с Дмитровского шоссе тоже можно будет спокойно подъезжать к будущей эстакаде. Ну и, конечно, самое главное, это идет уже активная работа по строительству самой непосредственной эстакады, сейчас забивают сваи, всего 156 сваи с западной стороны, 156 с восточной. С западной стороны, то есть, со стороны Луговой уже больше половины из этих 156 сваи готовы, пробные сваи прошли, соответственно, экспертизу, все нормально, и качество сваи, и грунт позволяет, поэтому эта работа сейчас будет завершена с западной стороны, и потом строители перейдут на обустройство сваи с восточной стороны. То есть, в принципе, все работы идут с опережением графика, и, конечно, все лобнинсы ждут, что в 2022 году строительство эстакады и двух подъездных дорог со стороны микрорайона Лугова и со стороны Дмитровского шоссе будет завершено. Ну, и вот это первый этап работы, который как раз позволит связать западную и восточную часть города, и автомобили могут спокойно подъезжать, не проезжая через железнодорожный переезд, либо центральный наш, либо микрорайон Луговая. В любом случае, они достаточно большое количество времени закрыты сейчас и смогут спокойно через эту эстакаду проезжать. Поэтому все, конечно, ждем с нетерпением, но мы не только ждем, мы активно вместе со строителями работаем, контролируем. Ну, пока можно смело говорить, что каких-то задержек, каких-то форс-мажорных обстоятельств нет, поэтому я думаю, что с опережением графика, эту эстакаду и подъездные дороги мы сможем выполнить. Ну, всего месяц, получается, прошел, и такой уже объем работы выполнен. Да, наши зрители, кто активно следит и за выпусками телерадиокомпании нашей, и газеты, и соцсети, видят, как там все изменилось. То есть не только слова или какие-то цифры, мы все по картинке видим, что работы идут достаточно масштабно. Там 40 единиц техники различной, 50 рабочих, то есть автомобили с песком, с грунтом приезжают, уезжают. Идет постоянная работа по обустройству свай. То есть, в принципе, там действительно работа идет активно. Мы в еженедельном режиме отслеживаем, плюс там есть онлайн-камеры, которые мы можем также ежедневно, соответственно, в формате онлайн наблюдать. Поэтому пока все идет по оптимистичному плану. Наша съемочная группа тоже еженедельно бывает на северном обходе. И давайте посмотрим, как видят вот эту картинку наши видеооператоры. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас еще об одном объекте, который также в еженедельном режиме мониторится. Это Красная Поляна, пристройка к шестой школе. Как там дела? Да, пристройка к школе номер шесть. Это, конечно, я думаю, что один из основных таких объектов, которые ждут жители микрорайона Красная Поляна. Микрорайон развивается, много молодых семей, новые дома мы сдаем в этом микрорайоне. Поэтому, конечно, места в учреждениях образования крайне важны и актуальны. Мы также с вами не раз говорили, что сложная площадка, там небольшой участок земли, ограниченный с двух сторон дорогами. С одной стороны, с третьей школы, с четвертым детским садиком. И очень большие и сложные работы проводились проектные, чтобы уместить на вот этом небольшом участке большую пристройку, которая сейчас строится. И, конечно, есть ряд проектных проблем и трудностей. И сейчас строители в процессе даже строительства делают определенные корректировки. Потому что там есть ряд проектных решений, которые нужно менять в процессе строительства в связи с определенными геологическими моментами, соответственно, с техническими моментами. То есть идет процесс стройки и параллельно еще идет, соответственно, корректировка проектной документации. Но строительство идет сейчас в начале весенний период. Главное – это завершить монолит весь. И сейчас активно идет работа по укладке. Соответственно, задача в ближайшие недели завершить кладку первого, второго, третьего этажа. Идет сейчас работа по внутренним инженерным сетям. Вот сейчас прошла подготовка. И сейчас начинается процесс строительства перехода, соединяющего старый корпус и новый корпус. Тоже очень важная задача, которую нужно выполнить в период каникул, чтобы не мешать образовательному процессу. И после того, как вот эти работы будут завершены, уже после того, как сойдет снег, в весенний период начинаются работы по благоустройству территории. Там будет построено новое спортивное ядро на территории шестой школы. Соответственно, им смогут пользоваться и все ученики, которые в старом и в новом корпусе будут учиться. Также работы по благоустройству территории, дорожки, асфальтирование. Планы мы с вами говорили, сроки никто не меняет. 1 сентября дети микроэна Красная Поляна должны пойти в новое обновленное здание шестой школы. И, конечно, здесь задача строителей держать темпы, усиливать темпы работ, ускорять темпы работ, чтобы никакие моменты, ни проектные доработки, ни какие погодные возможные условия. Мы видим, что, в принципе, погода в этом году такая специфическая. И вот когда были большие морозы, то нельзя было, соответственно, технологически выполнять работы по кладке. Но вот, несмотря на все эти моменты, темпы должны держать, чтобы летом строительство этой пристройки завершить. Это такая стройка века для этого района. И именно там, в этом микрорайоне, мы записали видео-вопросы жителей города. Давайте посмотрим. Судя по обстановке, не хватает уборщиков, дворников, потому что мусора очень много. По крайней мере, в нашем районе на Красной Поляне мусор – это основная проблема. Да, так, в общем-то, все нормально. Ну, действительно, мы говорили с вами, микрорайон растет, появляются новые дома. Конечно, происходит увеличение, так скажем, задействованности территории. Такой вопрос есть. Конечно, нужно с увеличением количества жителей, нужно увеличивать количество, соответственно, всех работников коммунальных служб, управляющих компаний. Есть определенные моменты, связанные с тем, что дома сейчас достаточно плотно находятся, и разные управляющие компании обслуживают эти дома. Поэтому иногда такая проблема возникает, безусловно. Здесь мы усилим контроль за этой ситуацией, чтобы сотрудники управляющих компаний, в том числе в новых домах, которые на Красной Поляне построились, чтобы они, безусловно, работали в таком хорошем темпе. И, безусловно, все запросы жителей на все моменты, и в том числе на моменты, связанные с мусором, так же, как и содержание коммунальной инфраструктуры, соответственно, содержание жилого фонда, чтобы все это выполнялось. На Красной Поляне со строительством новых домов получилось, что у нас тут и магазины, какие-то социальные объекты, еще иные коммерческие объекты соседствуют с домами. Достаточно сейчас получилась плотная застройка. Если раньше Красная Поляна была достаточно большой микрорайон и не столь плотно застроенной, то теперь, конечно же, плотность увеличилась в застройке. И этот момент имеет место быть, и усилим здесь контроль со стороны служб, со стороны администрации, профильных направлений, чтобы такой проблемы не допускать. Здесь я могу сказать, что это совместная работа администрации и жителей, ну и в том числе надзорные службы, Госадомтехнадзоры, администрация должны контролировать, чтобы таких моментов не возникало. И жители, если такие трудности или какие-то из территории, которые выпадают из зоны уборки, тоже должны нам сигнализировать через разные каналы связи, которые у нас существуют, и единая дежурно-диспетчерская служба, и форма прямого контроля, соответственно, о которых мы с жителями договаривались, чтобы мы вот такие, если возникают какие-то белые пятна, чтобы мы там произвели усиление, чтобы этой проблемы не было. В общем, стесняться не нужно, нужно звонить, писать, сообщать. Обращаться, да, тем более, что, как я уже сказал, появляются новые точки, и могут возникнуть эти белые пятна, которые, где, например, не производится в должной степени уборка, или где, например, управляющие компании и ближайший магазин не могут распределить территорию, но здесь жители должны обращаться, и профильные, соответственно, службы должны тоже контролировать, чтобы мы выявляли такие моменты и в короткие сроки оперативно их закрывали, чтобы уборка ни в коем случае не страдала. Спасибо. Следующий. Побольше детских площадок. Вот чего нужно. Детей очень много, нужны как можно больше детские площадки, а их мало, в особенности у нас в микрорайоне. Красная Поляна, микрорайон, хоть он у нас и самый, ну, один из самых таких опытных, да, самых древних наших микрорайонов городского округа Лобни, мы знаем, что Красная Поляна была в свое время районным центром Московской области, большая история. И в последние годы он растет, растет, появляются новые дома. И, конечно, с одной стороны, мы только что говорили, с появлением новых домов в связи с тем, что новые жители приезжают в микрорайон, здесь есть определенная вот трудность, нагрузка на инфраструктуру, ну, в том числе, о которой мы говорили в предыдущем вопросе. Ну, и, конечно, есть приятный момент, что у нас увеличивается количество жителей, увеличивается количество детей в микрорайоне, это замечательно, прекрасно, и наша вся инфраструктура тоже должна этому соответствовать. Вот мы говорили о школе, мы говорили о детских садах, которые на Красной Поляне мы последние годы открываем, и новые группы открываем, и в этом году у нас еще такой сюрприз мы готовим для жителей микрорайона, еще одну новую группу детскую в детском саду на Красной Поляне откроем. И, конечно, нагрузка, в том числе, уличные детские площадки. Последние годы в микрорайоне Красная Поляна мы много новых площадок открыли, одну большую губернаторскую, ряд площадок в 2018 году мы открывали, каждый год комплексное благоустройство дворовых территорий затрагивает дворы микрорайона Красная Поляна, но, безусловно, эту работу нужно продолжать, то есть есть большой запрос на количество мест, где можно погулять с детьми. Опять же, к сожалению, вот уже такая плотная застройка на Красной Поляне нам не позволяет какое-то выделить большое место, где новую площадку можно сделать, большую, но, соответственно, нужно идти по пути модернизации тех площадок, которые есть. Может быть, их расширять, площадь оснащать более современными детскими и спортивными комплексами. Микрорайон все больше молодеет, все больше количества людей в нем, и, соответственно, конечно, инфраструктура тоже должна за этим поспевать. Еще вопросы есть у нас? Вроде как-то не жалуюсь особенно, но, раз уж говорить, тут много граффити, которые хотелось бы, конечно, убрать лишнее. Это елку на прошлый Новый год ставили так себе, но это нормально, ничего такого. Про граффити это интересно, что за граффити, где, почему убрать? Например, вон там вот сейчас стоит, это на домах вот этих стареньких, которые, это один даже, который сгорел вчера. Это не вчера, а в этом месяце. Улучшить, конечно, поведение еще жителей Красной Поляны можно было, чтобы не мусорили тут немножко, чтобы за собой убирали просто. Ну, несколько аспектов в этом вопросе. Есть, к сожалению, жители, которые и мусорят, и вот это уличное творчество, так назовем, да, рисунки, они тоже есть. Иногда они, конечно, и интересные, оригинальные, но иногда они такой носят околохулиганский характер. Здесь, безусловно, проходит постоянная работа по тому, чтобы ликвидировать такие моменты. У нас в городе есть большая программа, которая направлена на то, чтобы ликвидировать, закрашивать. Это, конечно, один аспект, это постоянная работа, но мы хотим в городе сделать такие места, которые притягательны для жителей, которые находятся на виду. Мы уже на протяжении нескольких лет рисуем на фасадах домов, на каких-то заборах, на каких-то общественных пространствах рисунки, привлекаем в том числе наших городских художников, которые рисуют различные картины. Это и патриотическая тематика, это, соответственно, Великая Отечественная война, это разные моменты, связанные с названием наших улиц. Вот мы знаем, например, на улице Чехова-Маяковского, ну и еще ряд можно назвать. У нас за последние годы таких интересных картин уличных появилось достаточно много. Я считаю, что уже Лобни стала такая наша, можно сказать, визитная карточка. А вот те места, о которых молодой человек говорит, безусловно, и на Красной Поляне тоже мы в этот год у нас есть планы по созданию таких красивых уличных картин. Мы посмотрим и тоже выберем и такие проходные места, попробуем какой-то либо фасад, либо какие-то площади, поверхности, которые видны в хорошей тематике, связанной с Красной Поляной, ее историей. И, безусловно, изобразить. Легально. Легально, да. Не оставить эти места, чтобы вот кто-то, ну, либо из каких-то хулиганских побуждений, или просто из какого-то баловства закрасил их чем-то, что кому-то, может быть, и нравится, но значительному количеству людей не нравится. И практика показывает, что есть, например, у нас дома или какие-то территории, которые вот постоянно кем-то, да, закрашиваются какими-то рисунками. Когда мы делаем там какую-то картину, там, пейзаж какой-то, природа или какая-то патриотическая тематика, то больше там какие-то вандальные надписи или рисунки не появляются. Поэтому я думаю, что здесь мы выработали как бы два пути. Первый – это закрашивать, приводить в первоначальный вид, а второе – на таких проходных местах рисовать те картины, которые будут положительно восприняты всеми нашими жителями, которые будут, безусловно, радовать глаз. Еще вопрос. Самое главное – спортивное развитие, чтобы были доступны и недорогие спорткомплексы, посещение детьми, спорт, физкультура. Сейчас этого не хватает? Конечно, не хватает. А дорого или мало? И не так уж и дешево, вот, и мало. А то, что касается детского спорта, это не хватает. Ни футбола, ни детских секций. Все это не очень доступно. Ну, здесь, я думаю, все вопросы, они вот связаны с тем, что действительно микро-район развивается, и запрос на всю социальную инфраструктуру очень большой. Я бы разделил ответ свою на две части. Первое – это бюджетный спорт, и второе – коммерческий спорт. В принципе, и в первом направлении, и во втором на Красной Поляне достаточно большая работа проходит. Если говорить о бюджетном спорте, о наших социальных секциях, наших муниципальных учреждений, то в этом году запланированы большие работы в бассейне на Красной Поляне. Это бывший ведомственный бассейн, который перешел к городу, и в этом году запланированы большие работы – полностью отремонтировать чашу бассейна, и, соответственно, мы сможем сделать так, что большее количество людей будет посещать бассейн. И делать это в более комфортных условиях, это все будет современно, будет красиво. У нас не так много микрорайонов, где есть свой бассейн, потому что у нас всего два бассейна на территории нашего городского округа, и вот в том числе один на Красной Поляне. Поэтому, безусловно, наша задача сделать так, чтобы бассейн стал очень современным, отвечал самым последним требованиям и с большей проходимостью, чтобы большее количество людей могло и утром, и днем, и вечером бассейн посещать. Также у нас планы по обустройству и проведению ремонтных работ на стадионе, труд на Красной Поляне. Мы недавно провели капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием, который там есть, это такая большая точка протяжения футболистов. Сейчас думаем о модернизации зоны для баскетбола на стадионе труд. Соответственно, еще ряд таких точек хотим на стадионе труд создать, потому что спорт пользуется популярностью, большее количество людей занимает спортом. Мы знаем, что Лобня – один из лидеров Московской области по количеству людей, занимающихся спортом. Мы всегда говорим, что Лобня – территория здорового образа жизни, поэтому, безусловно, все для этого делаем. Для детей, мы уже с вами сегодня говорили, в шестой школе появится новый современный спортивный городок в рамках реконструкции школы. И если раньше в шестой школе есть свой спорткомплекс, который тоже в этом году мы и новую горку установили, и, соответственно, работы по хоккейной коробке провели, она очень популярна у жителей. На территории спорткомплекса вот думаем сейчас по тому, чтобы обустроить новую площадку для уличной гимнастики. А если говорить о самой территории школы, то там появится новый спортивный стадион, и не нужно будет ходить на территорию, соответственно, спорткомплекса. Они смогут сразу выйти из школы, заниматься спортом на современной площадке. Если говорить о муниципальных, таких бюджетных спортивных секциях или спортивных объектах, то на Красной Поляне вот такой достаточно большой объем работы. Вот, ну, не говоря о такой небольшой модернизации спортивных элементов во дворах, ну, соответственно, вот я назвал такие большие объекты, где люди могут бесплатно заниматься спортом. Если говорить о коммерческой составляющей, то на Красной Поляне тоже у нас есть несколько спортивных комплексов коммерческих, где тоже люди могут заниматься спортом. И в наших муниципальных учреждениях, например, в Доме культуры Красной Поляны, там и дети занимаются, в том числе и шахматами, там и взрослые занимаются. Там есть свой небольшой спортивный тренажерный зал, куда люди тоже ходят, активное долголетие, там тоже спортом активно занимаются. Поэтому, в принципе, на территории Красной Поляны есть и бюджетные секции. У нас большие планы на 21 год по их модернизации и развитию. И коммерческие тоже, соответственно, секции есть. Плюс, безусловно, здесь краснополянцы могут пользоваться всеми, если говорить о коммерческом спорте, секциями, которые у нас работают в городе Лобня. Количество их у нас увеличивается, новые виды спорта появляются. Но, как мы уже с вами сегодня говорили, население растет, молодежи много, поэтому здесь тоже этот процесс, его никогда нельзя останавливать. Я уверен, что чем больше будет появляться новых объектов, тем больше будет запрос на новые виды спорта, на новые современные площадки. Поэтому здесь, в современном динамичном городе, никогда нельзя останавливаться. Только вперед и только к увеличению количества и качества всех объектов и спортивных, и образовательных. Есть еще вопрос. Вот мы в Луговой живем, вот у них здесь столько магазинов, транспорта так много. А Луговой, вот рядом совсем, транспорта так много. А вот, а у нас один автобус, пятерочка, еле-еле ходит. Поломается, все, один автобус. Вот, и, слава богу, электричка. Вот, ну, до электрички, кто-то далеко живет от электрички. Это сколько надо идти, нет никаких подъездов им. Ну, я, слава богу, живу рядом с электричкой. А вот смотрю на других и думаю, господи, как же они добираются до транспорта общественного. Ну, не надо прям к нам Луговой. А вот какой-то мимо, чтобы шел и нас прихватывал. Вот, допустим, на Дмитровку, там такой хороший, открыли уже несколько лет магазин, открыли хозяйственных товаров, там, стройматериалы, все. Но туда же мы не доберемся, потому что там нет транспорта никакого. Ну, вопрос микрорайона Луговая, он, конечно, очень тесно связан с ведомственной принадлежностью территории. Мы знаем, что большая часть микрорайона Луговая, ну, если говорить о научном городке, это федеральная земля. В ведомстве муниципалитета находится только та территория, которая под жилыми домами в научном городке находится. Соответственно, все остальное – это федеральная земля с очень жесткими требованиями по ее эксплуатации. Ни город, ни даже более того руководство Федерального научного центра, которое эксплуатирует и использует эти земли, не может самостоятельно как-то ими распоряжаться. И взаимодействие у нас есть с Федеральным научным центром, хорошее. И мы совместными усилиями смогли сделать так, что наша спортивная школа в Луговой, она осталась, и она находится в использовании муниципалитетом. Там работают секции, там есть и зал, и футбольное поле, и большое количество людей занимается. Все-таки мы смогли добиться так, что не ушел этот объект в какое-то иное использование и сохранил этот спортивно-образовательный свой статус. Безусловно, у нас идет совместная работа по содержанию памятников, братского захоронения на Луговой. Но, конечно, чтобы сделать какое-то дальнейшее развитие, либо в открытии новых объектов, либо в запуске автобусов, хотя мы здесь совместными усилиями тоже смогли сделать так, что и два маршрута автобуса идут. И в прошлом году мы продлили пятый автобус до музея танка Т-34, что тоже очень важно и для музея. И жители могут теперь добираться на восточную сторону Луговой и, соответственно, пользоваться общественным транспортом. Вопрос по продлению этого автобуса до торговых объектов, торговых центров, которые стоят на Дмитровском шоссе, он прорабатывается. Там есть тоже трудности, что это уже другой муниципалитет, и автобус тогда становится межмуниципальным, и только администрация города Лобни не может такое решение принять. Но вот до границы нашего города, до музея танка Т-34 мы этот автобус продлили. И, безусловно, вопрос интенсивности движения, вопрос развития инфраструктуры, он стоит и может решаться только совместно с тем, чтобы использовать эту территорию Федерального научного центра в каких-то социальных функциях. Здесь руководство Федерального научного центра нас, в принципе, поддерживает. Мы сейчас совместно готовимся к юбилею Института кормов, который будет в следующем году. И в том числе, конечно, хотим обратиться к руководству и Федерального министерства, и Академии наук, чтобы все-таки мы смогли как-то задействовать в том числе и земли федеральные в каких-то таких социальных аспектах для развития инфраструктуры микрорайона. Потому что пока это не произойдет, конечно, так и будет луговая ограничена домами и территорией, которые к ним прилегают, и не сможем мы что-то сделать. Потому что сейчас даже проложить какие-то новые дорожки, заасфальтировать какую-то новую территорию, провести какое-то обустройство территории, создать какие-то новые парки, скверы, о которых мы всегда говорим, чтобы развить зону благоустройства, они все находятся на федеральной земле. Поэтому здесь такой сложный вопрос, комплексный, и только совместно с Федеральным научным центром, и самое главное, при поддержке руководства федеральных ведомств, которые отвечают за использование этой земли, мы сможем куда-то продвинуться. Пока такими точечными шагами мы делаем, как в случае, например, со спортивным городком на Луговой. Но здесь понимание есть. Я очень надеюсь, что к юбилею в НИИ Кормов мы все-таки сможем какой-то разработать план действий, в том числе вовлечь часть инфраструктуры, часть помещений, может быть, которые находятся в использовании Федерального научного центра, для того, чтобы жители микрорайона смогли ими пользоваться, а город смог направить средства и, соответственно, провести какое-то обустройство новых зон, или обустройство каких-то новых объектов, которые нужны в микрорайоне Луговая. Спасибо. Еще вопрос. Хорошо, что сейчас открылось активное долголетие, то, что было закрыто из-за коронавируса, а сейчас возобновляются все кружки. Вот это, конечно, плюс. И желательно экскурсий побольше, чтобы было. Мы могли бы на какие выставки съездить. Ну, пожелания. Хотели бы узнать, почему автобусов так мало ходят, расписание у них все, все сняты с автобусных остановок, ходят по 40, а то и 50 минут. Народ, конечно, возмущается, очень плохо ходят. Это маршрут девятый, не девятый, а единичка в основном. Девятый побольше вроде почаще. Ну вот. Так что желательно, чтобы транспорт увеличили. Ну, про активное долголетие действительно мы все очень давно ждали. И, конечно, самые главные наши пенсионеры, наши ветераны очень ждали, когда мы сможем все-таки полноценно возобновить работу. Она возобновилась. И сейчас мероприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта, в наших клубах активное долголетие тоже прошли. И потихонечку пенсионеры наши возвращаются. Потому что, безусловно, еще некая такая боязнь, наверное, коронавируса присутствует. Но количество занимающихся у нас постепенно растет. Поэтому все мы очень рады, что теперь эта работа, которая долго налаживалась, долго строилась, что мы сможем ее возобновить. И что этот непростой коронавирусный год не помешает нам сейчас все это опять возобновить без какой-то боязни, без количества заболевших. Если говорить о транспорте общественном, то этот вопрос тоже связан с коронавирусными последствиями. Потому что в период коронавируса резко сократилось более чем в два раза на разных маршрутах количество пассажиров. Все эти автобусные маршруты, они эксплуатируются коммерческими организациями. И, безусловно, снижение выручки, снижение пассажиропотока, оно было очень явным. И, соответственно, в связи с этим было увеличено интервалы, то есть сокращено количество рейсов. Потому что, соответственно, эти рейсы были крайне нерентабельны. И небольшое количество людей у нас пользовалось общественным транспортом. Сейчас, когда ограничения снимаются, количество людей, пользующихся автобусами, если мы говорим об автобусах, увеличивается. Хотя оно еще не вернулось, и пока далеко не вернулось к докоронавирусному периоду. Здесь ряд факторов. Во-первых, мы понимаем, еще ряд ограничений действует. Потом все-таки изменилось социальное поведение людей. Меньшее количество людей пользуется общественным транспортом, опасаясь заражений, стараясь меньше просто передвигаться. И, конечно, это в том числе сказывается и на транспортных предприятиях. Потому что если меньше людей, то меньше выручки, им просто не хватает средств для того, чтобы обеспечить свою деятельность, выплачивать зарплату. И такая трудность, и достаточно большая трудность есть у наших перевозчиков. Это надо тоже признавать. Безусловно, здесь мы все совместно стараемся их поддерживать, чтобы они в этот период сокращения доходов не прекратили вообще свое существование. Но сейчас по мере того, как будет увеличиваться количество людей, пользующихся транспортом, и, безусловно, интервалы будут сокращаться, большее количество автобусов и большее количество рейсов будет выполняться. Но я говорю, что здесь есть прямая зависимость с количеством пассажиров, которые пользуются нашим общественным транспортом. Поэтому я, безусловно, хочу обратиться к нашей зрительнице и всех, кого этот вопрос беспокоит. Он всех нас беспокоит, но тут надо понимать, что есть прямая связь с коронавирусными ограничениями и с трудностями, которые столкнулись наши перевозчики в связи с падением, соответственно, пассажиропотока. Но сейчас и интервалы, и количество автобусов, они будут... Интервалы сокращаться, количество автобусов увеличится. Поэтому я думаю, что в какие-то ближайшие месяцы мы сможем в этот вот докоронавирусный период войти и по количеству занимающихся в наших кружках и секциях, в том числе в активном долголетии, и по количеству пассажиров в наших автобусах. Спасибо. Видео-вопросы у нас закончились. Давайте обсудим еще одно важное событие февраля. В микро-районе Лобни-Сити вручали ключи. Люди ждали этого достаточно долго. Там, кстати, я помню, что помимо того, что вручили ключи, еще открыли спортивную площадку, хоккейную коробку в микро-районе. Это к вопросу, вот, задавал наш телезритель, спрашивал про строительство площадок, спортивных объектов. Вот здесь вот это выполнено. Но сейчас не об этом, а все-таки о вот этих новосельях. Люди ждали достаточно долго, когда оставшиеся корпуса тоже будут заселены. И как дела на объектах вот с похожими проблемами? Да, сложный для нашего города вопрос. Мы знаем, что у нас ряд застройщиков. Ну, в силу разных причин. Где-то есть уголовные дела на строителей, есть признаки мошенничества, где-то есть объективные трудности, которые возникали на строительном рынке. Вот если говорить о Красной Поляне, о которой мы сегодня много говорили, то все-таки здесь совместными усилиями всех структур мы смогли достроить два дома на улице Спортивная 1, и Спортивная 1 Корпус 2, потому что вопрос был очень трудный. И вообще казалось, что мы не сможем их никогда достроить, но сейчас и 1 и 2 Корпус введен, люди, соответственно, живут. Есть еще ряд таких проблемных точек, и, конечно, наверное, основная из них была, это Лобни-Сити. И также несколько лет назад казалось, что этот проект окончательно, соответственно, был заморожен. Но здесь также все-таки мы смогли его возобновить, строительство. Совсем недавно мы сдали 4-й корпус, и вот уже в 21-м году сдали 5-й корпус. И люди, которые уже не верили, мы, конечно, понимаем, что много месяцев уже просрочки сдачи этих домов, но все-таки то, что казалось год назад как объект, который мы никогда не достроим, сегодня 4-й, 5-й корпус сдан. Люди в 4-м уже въехали, в 5-м въезжают в свои квартиры. Плюс мы смогли застройщикам здесь реализовать проект, может быть, он небольшой, но я думаю, что он очень важный для микрорайона, это строительство спортивной площадки, потому что люди могут зимой и хоккей, а летом в различные виды спорта, и футбол, и баскетбол, и другие виды активностей. Поэтому такой небольшой момент, но я думаю, что он важный для всех, кто проживает и в новых домах, и в тех домах, которые уже были сданы ранее. Сейчас идет строительство активное 3-го корпуса, и строительную часть в этом 21-м году должны завершить, и строится 6-й корпус, который в 22-м году по планам должен быть завершен, и, соответственно, строительство, его строительная часть должна быть полностью выполнена. Поэтому по Лобни-Сити, в принципе, понимание есть. Конечно, там следом идут вопросы, которые нужно решать, и которые сейчас находятся в проработке, что-то уже стоит в планах. Это дальнейшая социальная инфраструктура, это строительство детского сада в этом микрорайоне, это строительство каких-то объектов быта, торговли, какого-то сервиса, потому что микрорайон, ну, он, с одной стороны, в центре практически, но в то же время, конечно, не хватает там в шаговой доступности каких-то таких моментов для полноценной жизни. Но это тоже сейчас в проработке, в планах. Мы здесь совместно и с застройщиком, с управляющими компаниями сейчас, в принципе, есть план, который мы будем реализовывать для того, чтобы социальную, коммерческую, общественную такую инфраструктуру там донаполнить в ближайшее время. У нас идет строительство, возобновилось строительство дома по батарейной 8, который тоже был, находился в такой стадии заморозки, там сложности испытывает застройщик, проводились проверки правоохранительными органами, там были объективные причины, связанные со снижением спроса, с увеличением стоимости работ, но все-таки был найден соинвестор, и работы сейчас возобновились. Понятно, что и нам хочется, и дольщикам, чтобы эти работы шли активнее, но они идут, стройка идет, и на 2021 год у нас запланировано завершение и сдача этого дома. Поэтому тоже объект многострадальный, но я думаю, что так постепенно, постепенно, как в общем-то и другие проблемные объекты, которые казалось, что мы никогда не достроим, мы все-таки идем и каждый год несколько таких проблемных точек все-таки закрываем, как и обещали на встречах с жителями, прикладываем для этого все усилия. Вот совсем недавно получил разрешение на ввод дом на улице Победы, это компания «Монолит» у нас, это завершение договора о развитии застроенной территории на Старом Москвиче, на улице Центральная, жители, старые дома были снесены, жители переселены, и вот, соответственно, построен новый дворец детского творчества «Наш планета талантов», и сейчас последний дом этого проекта, тоже была завершена стройка, и получено разрешение на ввод, соответственно, жители начинают, дольщики начинают въезжать в свои квартиры. Поэтому вот те проблемные точки, которые есть у нас на территории нашего города, у нас есть еще вопрос, который сейчас такой более комплексный, там надо понимать, как мы его будем решать, есть ряд предложений, которые пока не всеми ведомствами согласовываются, это свободный проезд «Дом-3», тоже компания «Брест», которая не смогла достроить этот дом, заключительный дом вот в этом микрорайоне. Соответственно, сейчас идет проработка и согласование, чтобы все-таки та концепция, которая есть, чтобы смогли мы ее реализовывать. Поэтому проблема дольщиков, она есть в Лобне, но каждый год мы проблемные объекты задаем. Это безусловный приоритет, вопрос крайне простой, потому что тут много участников в этом задействии, много различных согласований, и много, соответственно, ведомств должны быть, должны быть средства у застройщика найдены, чтобы стройку завершать. Но это наш безусловный приоритет, и мы должны сделать так, чтобы все вот эти проблемные объекты на территории городского округа Лобня мы завершили, и все дольщики въехали в свои квартиры. А как сделать так, чтобы в будущем не допустить повторения такой ситуации? В этом плане что делается? Ну, новые объекты, они уже строятся, исходя из других нормативных требований, и не по договорам ДДУ. Основная проблема появления дольщиков, наверное, и в России, и на территории нашего города, это старая нормативная система, в рамках которой существовало строительство новых домов, договоры ДДУ, застройщики продавали квартиры. Потом в силу разных причин у нас были случаи и мошеннических действий странозастройщиков, были случаи, когда увеличивались расходы, и застройщик просто не мог выполнить, например, с пяти домов в четыре строил, а пятый уже не хватало средств. То есть, ну, разные были ситуации, но сейчас нормативная база такова, что даже если застройщик не сможет выполнять свои обязательства, то уже существуют, так скажем, гарантии, да, там они финансовые, нормативные, что люди, кто приобрел квартиры, не останутся без своего жилья. Поэтому мы, в общем-то, сейчас достраиваем, да, вот применяем различные возможные варианты для того, чтобы решить те проблемы, которые возникли в разные годы, где-то 2012, где-то 2013, где-то 2014, то есть вот тогда эти проблемы... Да, они появились, и, соответственно, сейчас вот мы должны в любом случае все эти проекты, неважно, когда они возникли, неважно в силу каких причин, люди должны въехать в свои квартиры, которые они оплатили. Как мы уже с вами говорили, ограничения коронавирусные ослабевают, и появилась возможность проводить спортивные мероприятия. Может быть, конечно, не при стопроцентном стечении зрителей, но тем не менее уже можно. И я даже знаю, что целый автобус из Лобни ехал на Лужню России. Столько было желающих. Вы тоже принимали участие, поделитесь впечатлениями. Да, спортивные объекты, ну, как и другие мероприятия, возобновляются. Я думаю, что это, наверное, февраль-март – это самое главное такое событие, потому что мы все-таки можем участвовать в массовых мероприятиях, можем собираться, вместе отмечать праздники. Это, конечно, очень важно. И такое большое спортивное мероприятие, традиционное, ежегодное, Лужня Россия. Хотя коронавирусные еще ограничения, ну, скорее такая боязнь к коронавирусу, все-таки снижение социальной мобильности жителей, плюс были погодные условия, такие очень непростые, все-таки значительно сократило количество людей, которые были. были. Вот, по моему мнению, я уже много раз участвую, уже, сложно сказать, посчитать уже, может быть, раз 20 в Лужне России. Конечно, количество, по сравнению с предыдущими забегами, оно было меньше. Все-таки меньше. Меньше, да. Но у нас из Лубни традиционно один автобус со спортсменами, мы собираемся, уже почти все друг друга знаем, кто ежегодно принимает участие, выезжали. Несмотря на трудную такую трассу, потому что большой снегопад был, конечно, сложно подготовить трассу, она была такая, достаточно рыхлый снег, не так удобно дойти до финиша. Но, тем не менее, вся наша лобницкая делегация вышла на старт, дошла до финиша. Мы потом все ждали вместе. У нас одна такая семейная пара, мама с ребенком, пошли на трассу. Они вот долго преодолевали трассу. Мы их в конце все ждали, с удовольствием, с аплодисментами встречали. Все доехали, все трассу прошли. Каждый для себя. Для кого-то результат 30 с чем-то минут, для кого-то 50, для кого-то час, для кого-то полтора часа. Этот старт хорош тем, что каждый перед собой ставит свою цель, свою задачу. Кому-то важно просто преодолеть себя и завершить трассу. Это тоже очень... Плюс там такая соответствующая атмосфера. Во-первых, мы едем автобусом городским туда, общаемся, обсуждаем вопросы развития спорта, обратно едем, потом пока ожидаем горячий чай. То есть такая хорошая полудомашняя атмосфера. Самое главное, что делегация города выехала, что мы эту традицию не прерываем, не прекращаем. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, да. И после этого мы все доехали и все дружно вернулись, немножко уставшие, но довольные и счастливые. Поэтому самое главное, что мероприятия идут спортивные. Поэтому, как мы уже сегодня говорили, лоб на территории здорового образа жизни. Поэтому ни в коем случае не прекращаем заниматься спортом. Да, и успехи наших лыжников на международной арене вполне закономерны, я думаю. Да. Послабление Сапали с праздником накануне 23 февраля, собственно, это произошло. И это позволило провести целый ряд спортивных мероприятий в городе. Давайте посмотрим, каких. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Видно, что люди соскучились по спортивным мероприятиям, и участники, и болельщики. Ну, в общем, к 23 февраля были приурочены не только спортивные мероприятия, но и много других. Давайте об этом поговорим. Да, очень много мероприятий прошло, посвященных Дню Защитника Отечества. У нас и большой концерт в ДК «Чайка» прошел. У нас все учреждения культуры, во всех наших домах культуры прошли мероприятия, посвященные 23 февраля. У нас хороший концерт прошел в Школе искусств. У нас во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия, где дети поздравили и своих пап, и ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Тоже у нас такая хорошая, традиционная уже акция проходит. И, конечно же, спортивные мероприятия. Мы сегодня так часто, и наши жители задают вопросы, и как-то у нас тема спорта, она возникает. На видео мы видели и традиционные турниры, посвященные Дню Защитника Отечества, и мини-футболисты играли турнир, и вольтболисты играли турнир. И большое событие даже не городского уровня, а даже не областного. У нас прошло соревнование по карате, перенство и чемпионат Центрального федерального округа. Мы сейчас готовимся к проведению чемпионата России по карате, ситарю. То есть спортсмены, ну, наша традиционная велогонка, снежные дюны, когда спортсмены собираются на разных велосипедах, с разными шинами, выходят на зимнюю трассу. И такой спортивный аспект присутствует. Но, как мы сегодня говорили, с Лыжней России самое важное, что спортсмены встречаются вместе. Я думаю, что это самое главное, потому что все мы, конечно, спортсмены засидели за прошедший год дома. Хоть мы и тренировались, и принимали участие в соревнованиях, но вот этого, так скажем, встреч и очного противостояния, даже не противостояния, а именно общения, контактов, обмена мнениями, мыслями, всем не хватает. Поэтому все спортивные мероприятия проходят в такой хорошей атмосфере. И, безусловно, 23 февраля прошло массово, ярко. Поэтому, безусловно, все мы рады, что смогли вернуться в такой очный формат. Потому что все хотели поздравить и ветеранов, и участников войны, и ветеранов боевых действий, о которых на территории города очень много, своих пап, дедушек. Поэтому праздник получился таким добрым и приятным. В более или менее привычном формате и женщин поздравляли в этом году, слава богу. Ограничения стали ослабевать. Как 8 марта отметили? 8 марта – это не менее такой, наверное, яркий праздник, а, наверное, все-таки более. Потому что Международный женский день мы все, мужчины, готовятся поздравлять женщин. Прошло более 30 таких общегородских мероприятий. Тоже праздничный концерт и основной в ДК «Чайка». И мероприятия во всех наших домах культуры, во всех наших микрорайонах прошли. Женщин поздравляли, дарили цветы, дарили праздничные открытки, дарили массу поздравлений и хороших, заслуженных, добрых слов. Прошли у нас также и мероприятия в наших образовательных учреждениях. Вот мы когда объезжаем учреждения образования, то тоже с детьми, в том числе и в детском садике, обменялись. Они готовили поздравления со своим мамом. И у нас часть в очном формате прошла, а часть у нас дети такой в современный, так назовем, коронавирусный период новым технологиям обучились. То есть онлайн-поздравления они записывали всем мамам, всем бабушкам. Во всех школах и садах прошли мероприятия по поздравлению. Готовили подарки, сувениры, открытки соответственно нашим женщинам. Ну и спортивные мероприятия тоже. Вот мы сегодня говорим о спорте. Несмотря на то, что погода такая в феврале у нас была, наверное, даже чем-то получше, чем в марте, потому что март такой вышел непростой. И в том числе снег пошел. Но в то же время состоялся уличный пробег уже традиционный, посвященный 8 марта, где наши девушки-спортсменки вышли на трассу, несмотря на снег, на снегопад. Пробежали 3 километра, и большое количество участниц было. Ну а мужчины, мы их встречали, подбадривали, также дарили цветы. Все прошло очень хорошо. Также прошли турниры традиционные. У нас большой волейбольный женский турнир прошел. Соответственно, у нас еще ряд спортивных соревнований прошло, приуроченных Международному женскому дню. То есть тоже все очень так массово, ярко. Я думаю, что здесь мы уже с вами об этом говорили. Все мы соскучились по мероприятиям. Ну а такой хороший повод, как 8 марта, чтобы и сами девушки встретились на каких-то спортивных площадках или в рамках культурных мероприятий. Ну и, конечно, мужчины все очень готовились. Я знаю, что очень большое количество мероприятий. У нас и депутаты активно включились, и наши мужчины-руководители наших учреждений социальной сферы дарили женщинам цветы, и тюльпаны, и розы. В общем, все подошли нестандартно, креативно, ну, как настоящие мужчины. Поэтому я думаю, что женщины нашего города могли принять участие вот в... Либо в одном, либо в нескольких из того большого количества мероприятий, которые проходило. Поэтому мужчины молодцы, они женщин поздравляют. Ну а наши женщины города Лобни, они самые лучшие, самые красивые. И, конечно, мы все их очень хотели поздравить, надеясь, что у нас это получилось. Раз заговорили о культурно-массовых мероприятиях, у меня есть вопрос от нашей телезрительницы. Он, правда, не в видеоформате. Микорайон Южный. Хотелось бы побольше культурных мероприятий. Вот как в этом отношении? Да, микорайон Южный. Мы знаем, что раньше в основном были ведомственные учреждения, дома. И, конечно, социальной инфраструктуры не хватает. Безусловно, вторая школа у нас является таким социокультурным центром Микорайона Южный. Но, безусловно, часто люди, для того, чтобы посетить мероприятия, они должны либо в другие учреждения культуры, в ДК Чайк, или, соответственно, в какие-то другие объекты спорта посещать. Но у нас эту проблему мы знаем. И встает вопрос, как и часто на территории городского округа Лобни. Мы сегодня уже говорили, территория застройки большая, свободных площадей нет, свободных мест нет, но смогли мы найти помещение в доме на окружной 11. И на этот год у нас запланированы там ремонтные работы. Мы хотим сделать новый досуговый центр в микрорайоне Южный. То есть это место, где будут проходить и кружки, и занятия, и библиотеку туда перевезти. И еще ряд интересных моментов, связанных с культурной сферой, искусством там реализовать. Очень надеемся, что в год 60-летия города Лобни мы сможем в микрорайоне Южный сделать такой новый очаг культуры. Интересный, современный, оснащенный. Поэтому я думаю, что к дню города такой сюрприз всем жителям микрорайона Южный мы сможем сделать. и вместе на день города там встретиться. Традиционно, так же, как мы в сквере на 45 октября, в новом сквере, который мы сделали, будет часть программы, посвященной дню города, проходить. В том году очень это получилось массово, интересно. И, соответственно, также часть культурной программы, посвященной празднованию дню города, в новом досуговом центре планируем провести. Я очень надеюсь, что все получится, все по сроку мы сможем реализовать. И получить вот такую новую точку притяжения в этом микрорайоне. Ну, до дня города время еще есть, а на календаре ближайшие даты это Масленица. Как она пройдет в городе? Масленица пройдет во всех наших микрорайонах. У нас уже прошли мероприятия в микрорайоне Восточный, там было совмещено 8 марта и Масленица. Также у нас традиционные площадки Красная Поляна, Луговая, ДК Чайка, Дворец спорта. И, конечно же, центральная площадка – это Центральный парк культуры и отдыха. И вот даже несмотря на такую погоду, противоречивую, непростую, но Масленичные гуляния состоятся. Апогеи их – это 14 число, 14 марта. Я всех приглашаю. Планируем и блины, и печь их, и раздавать, и, безусловно, сжигать чучело Масленицы. Поэтому приглашаем всех, все какие-то неприятности, невзгоды бросить в этот костер, Масленицу сжечь, и, безусловно, поучаствовать в уличных гуляниях, которые у нас запланированы. У нас есть афиши, поэтому всех приглашаем посетить. Основные точки я назвал. Поэтому я думаю, что всем будет хорошо, приятно. Обычно Масленица у нас проходит в такой хорошей атмосфере. И этот год не исключение. Как мы уже с вами сказали, ограничения снимаются, поэтому сможем вот в таком вочном формате встретиться и поучаствовать в празднике. Еще один праздник впереди. Совсем немного времени осталось до 9 мая, до Дня Победы. Мы помним, как в прошлом году в связи с ограничениями был выбран такой непривычный формат, телемарафон, чтобы соблюсти все ограничения в этом году. Как вы считаете, сможем с размахом, как обычно, отметить этот праздник? Да, в этом году планируем такое массовое празднование. Мы в том году, 75 лет Победы, отметили очень массовое, и интересно, и нестандартно. Хотя, как правильно вы сказали, вот получилось, многие мероприятия мы выводили в такой онлайн-формат, и люди могли принять участие в них только, соответственно, дистанционно. Но, тем не менее, ряд новых форм, которые в том году мы внедрили, мы в этом году планируем оставить и дополнить к ним все те уже полюбившиеся форматы, которые в нашем городе есть. Это будет возложение традиционное, это будут, конечно, митинги у нас, которые будут проходить на Красной Поляне, на Луговой и Центральный, соответственно, митинг наш около зенитного орудия, где десятки тысяч жителей города собираются. Там же будет проходить культурная программа, там же будет проходить традиционные эстафеты команд наших школ, посвященных 9 мая. Там же будет праздничная программа, митинг после этого шествия бессмертного полка. То есть все те форматы, которые нам полюбились. Площадки на территории города Лобня, Центральный городской парк культуры и отдыха и, конечно, центральная площадка около здания администрации, выступлений наших коллективов, соответственно, праздничные мероприятия. Апогеи – это 10 часов вечера около администрации. Поздравления, мы готовим ряд тоже интересных таких новинок и потом праздничный фейерверк традиционный. В микро-районе Красная Поляна тоже у нас будет в 23 часа планируем праздничный фейерверк. Плюс, естественно, большое количество мероприятий во всех наших учреждениях, во всех школах. Поздравления ветеранов, безусловно, во всех наших учреждениях культуры пройдут праздничные концерты. Мы в этом году сейчас прорабатываем вопрос еще одного большого праздничного такого мероприятия патриотического, на которое мы сможем пригласить большое количество жителей города Лобни. В общем, мы готовим несколько таких интересных сюрпризов, каких-то новых новинок. Ну, вот все, что полюбилось и все, что было, все это будет. И плюс мы хотим добавить еще несколько таких новых площадок, новых моментов. Потому что 9 мая для нас это крайне важная дата. Безусловно, мы знаем, что здесь на территории города Лобни проходили бои. Враг здесь был остановлен. У нас есть герои, которых мы оценим и чтим. И в частности, вот если тоже из таких один, наверное, секрет можно немножко выдать. Мы героям Советского Союза, которые проживали на территории города Лобни, планируем на дома, где они проживали, установку памятных мемориальных табличек. Ну и, соответственно, еще ряд таких мероприятий, которые, безусловно, будут сохранять и передавать память тех героев, которые сражались на нашем знаменитом Лобнинском рубеже. Поэтому 9 мая для нас священный праздник. 2021 год – это год юбилейный для битвы под Москвой, безусловно. Мы знаем, что как раз Лобни это то место, где битва под Москвой, судьба ее развернулась, началось контрнаступление. Поэтому для нас как 2020 год очень важный, так и 2021. Поэтому все наши службы готовятся к празднованию. Я уверен, что 9 мая пройдет интересно, ярко, и все мы его запомним. Как показала пандемия коронавируса, у нас появились новые форматы, которые добавятся к прежнему и наверняка сделают городские мероприятия еще более запоминающимися и яркими. Да, безусловно. Трудности нас только закаляют. Это точно. Я благодарю вас, Евгений Викторович. Это был открытый разговор. Увидимся. Всего доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова